В майском указе президента России о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года большое внимание уделено отрасли образования. В числе приоритетов создание конкурентной системы среднего профессионального образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. В современной экономике дефицит квалифицированных специалистов для наукоемких направлений становится все более острой проблемой. В 2017 году глава Чувашии поддержал совместную инициативу Минобразования Чувашии и Чувашского государственного университета по реализации проекта «Наука в школу». 11 базовых школ уже получили современное лабораторное оборудование для кабинета физики. Проект «Наука в школу» будет не только продолжен, но и значительно расширен. Сегодня в Чувашии 85% техникумов и колледжей ведут подготовку кадров по профессиям и специальностям, входящим в перечень топ-50 наиболее востребованных и перспективных на рынке труда. Прием абитуриентов на 2018-2019 учебный год ведут 26 профессиональных образовательных организаций. Количество бюджетных мест по программам среднего профессионального образования – более 7,5 тысяч. Еще одно важнейшее направление – дополнительное образование. Широкие возможности для развития личности ребенка, раскрытия и развития его талантов предоставляет система дополнительного образования. Сегодня 104 образовательных организаций обеспечивают охват 65% детского населения. Большое внимание уделяется вовлечению детей в научно-техническое и инженерное творчество. Всего насчитывается 499 объединений кружков технической направленности. В систему взаимодействия в сфере дополнительного образования включаются центры по выявлению и поддержке отдаленных детей. На базе ведущих образовательных организаций, функционирующихся с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех». Это делается по уже прямой установке президента Российской Федерации. Восправленная задача поставлена президентом России. Также на территории республики в 2019 году будет создан региональный центр выявления и поддержки отдаленных детей. В настоящее время определяется учреждение, на базе которого будет действовать данный центр, и механизмы взаимодействия и финансирования данного центра. Продолжение следует...